всем привет с вами рома и сегодня мы поиграем фарм бас симулятора это симулятор отдали магистрального автобуса заранее прошу прощения ребят за лаги которые будут видео к сожалению игра очень требовательная серьезные проблемы с оптимизацией все 6 лет что она существует но тем не менее как есть как может вытянуть мой ноут republic of gamers от asus поиграем вот как она вот так получится ну и заодно расскажу о проблемах и плюсах игры существует 6 лет сейчас перед тем как перейти к разговору посадим наших пассажиров проводим регистрацию едем мы по чехии из острова в верно поедем мы на автобусе my online coach 3 поколения сейчас сажаем пассажиров 10 одного зайца потенциального мужа садили я собирался поехать куда-то в германии вроде бы всех посадили сейчас полдень поэтому так тень падает не совсем хорошо все смотрится так скрываем багажник вот так вот выглядит салон автобуса в тенечке ну что садимся за руль при посадке сразу активируется радио отрубили и так все стрелы ребята игра это уже как существует 6 лет и на нее возлагались очень большие надежды потому что симулятора автобусных перевозок дальнобойных таких можно кататься между городами странами по факту и не было омсе все-таки это несколько из другого рода игра была по большей части городские муниципальные перевозки и надо сказать что на при всей любви к этой игре она немножечко подустарела своей графикой так далее альтернатив в общем-то особо х не был бус симулятор тоже про городские муниципальные перевозки и вот форнбасс конечно открыл этом плане новую эру игра от студии тим или на анриловском движке это была классная идея немецкая студия предлагала нам сначала проехаться по германии причем кучу городов они воссоздали 50 штук в отличие например если мы сравниваем с игрой такой как кипротрак симулятор в отличие от дальнобойщиков на фурах здесь несколько по-другому было поработано с расстоянием со временем здесь очень классно проделана физику автобусов ну анриловский движок этом плане лишь позволил дать качество физики этой игре но и вроде бы как все круто было но все воткнулась вопрос оптимизации очень требовательная игра очень ребят несмотря на то что ей уже шесть лет она требует действительно топового железа абсолютно топового и маг моих двух 8 гигагерцевых мы герцова про проц не хватает не хватает также 16 оператив гигабайт оперативы нужен нужен во первых чтобы игра стояла на ссдшники во вторых чтобы действительно железо было еще мощнее того катод на котором я играю в противном случае это бесконечные лаги чем больше зелени рядом и куча разнообразных мелких объектов тем больше игра подвисает лагает с этим приходится милиться вариант либо не играть вообще либо действительно примиряться потому что вы видите хотя при этом картинка действительно остается сочной даже не на туповых настройках и в целом играется приятно ну вот они лаги не будут постепенно появляться у нас вот видите вы ехали на дорогу подлагивает сам видеть как как освещение меняется как те тени по появляются пропадают в общем с этим приходится намериться потому что к сожалению очень 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 требовательная игра об этом игроки много писали тмэль они вроде бы постоянно отчитывали что проводит оптимизацию игры к сожалению она была абсолютно недостаточной и очень многие из тех кто хотел бы поиграть сожалению не и поиграть не могут результате всего-то по факту активных игроков от игры если брать эту онлайн рейтинг там порядка трехсот тысяч человек то есть вот такая публика у этой игры к сожалению все потому что вот не каждый может сожалению на ней поиграть очень-очень требовательны но тем не менее оставляя за скобками вот и требовательность того что игра не для всех в общем то поговорим о сути игры как я уже сказал это симулятор для магистральных перевозок на автобусе в дефолте нам дается карта германии а также такучи люксембург да карту можно расширить за счет покупки дополнительных карт делся и франция бельгия голландия ним же можно добавить австрию швейцарию вот а последние делся это была чешская республика делся здесь стоит дорого и это вообще отдельная история мало того что игра не оптимизирован очень дорогие делся для как карта это может быть и 700 и больше ну и порядка 1000 рублей той же франции которая вторая была это первое было большое расширение то есть получилось так что эта карта очень дорогая хотя городов то значит территория вроде как больше чем германии но если внешне посмотреть реально городов в два раза меньше и тоже вызывает большой вопрос стоимость это этого делился им которая стоит по факту игра что нам предлагается на старте наш интерес в том чтобы расширять территорию которой можно перевозить пассажиров по мере того как мы продвигаемся зарабатываем опыта зона на карте открывается становится все больше больше городов через которые можем которые можем совершать перевозки быстро перемещаться и так далее так далее но к четвертому уровню весь интерес в общем-то какой-то спорт в игре заканчивается потому что если на старте на дается один автобус а мы онлайн коуч второго поколения с одним ведущим мостом то к четвертому уровню мы получаем доступ к другому автобусу уже с двумя ведущими мостами и в общем то все дальше уже никакой и уровней и ведутся не подсчитываются здесь в игре нет абсолютно никакой экономики и весь интерес сводится а с одной стороны любишь покататься на автобусе на дальняк пожалуйста катайся здоровье получай удовольствие ну и если тебе нужен какой-то соревновательный элемент то в игре создан внутренний рейтинг который показывает сколько опыта заработали игроки с теста увидите как вы продвигаетесь по этому рейтингу в зависимости от заработанного опыт опыт за поездку в игре он набирается из следующего ну за зарезь за что могут накидать плюсы во-первых обслуживание включили в этом все оборудование туалет вай-фай кондер и так далее в автобусе радио или там отопление в зависимости от того по сезону в игре можно кататься в физику то есть и зима и осень и весна и лето все это представлено можно выбирать время в которое вы уезжаете по трассу тоже очень важный момент так вот во первых такой сервис во вторых ваша манера вождения манера вождения это вообще отдельная история то есть вроде как не создаем аварийные ситуации держим дистанцию на трассе мы молодцы должны за это получить бонус но на деле в игре очень странно реализованная история с соблюдением дистанции на самом деле ребят хрен поймешь как ее соблюдать потому что даже если ты довольно прилично находишься от бота все равно игра каким-то образом тебя может насчитать штраф за несоблюдение дистанции вот например пожалуйста сейчас микроавтобус уехал со второстепенной полосы он еще не успел выехать но и мы не должны были ему уступать сто процентов игра за это засчитает нам штраф потому что остальным слов сложно при прикидывать за что лучше давать едем по соседней полосе например по левую обгоняем поток правый скорее всего тоже на что там штрафы потому что разрабы так и не объяснили механику начисления штрафов толком нормально что не знаешь насколько тебе можно там не знаю прижиматься к этой под полосе центре но можно ли с разделением разделительной полосе насколько можно и как можно и вот эти штрафы странные они накапливаются и в результате с тебя могут не хило так списать по опыту кроме того штраф понятное дело за опоздание на остановку а если вы выстраиваете свой рейс таким образом чтобы от точки а в точке б посещаете несколько городов то есть делаете несколько остановок то можно получить соответственно сразу за опоздание на несколько остановок приедете раньше получите соответственно бонус и вот из этого складывается на наш рейтинг ну и далее можем смотреть и видеть насколько мы продвигаемся по этой таблице естественно до топов не догнать там опыт немеряно накатывать на автобусе но если есть желание есть возможность у вашего компьютера поиграть в эту игру и посоревноваться с другими игроками в этом плане по набору опыта то можете попробовать постараться что касается автопарка как я уже сказал дефолте в игре представлены всего два автобуса марки mann это mann line coach второго поколения но если вам скучно и грустно вы можете докупить ряд автобусов платно и опять же за безумные деньги на самом деле это ценообразование сложно понять ну вот кстати говорят отдельные особенности которые мы поговорим сейчас увидели как я резко становился как резко становился поток не просто становятся это отдельно поговорим вот так вот по поводу автобуса дилси на автобус это стоит мягко говоря дешево от 500 рублей а по последний сетру нелицензированных двухэтажных почти за 800 рублей это это всего лишь два автобуса одного типа двухэтажных ничего особенного это один тот же автобус по факту ну вот они попросили за это 800 рублей жесть да и только и выбор конечно там определенные есть в этом автопарке мы можем купить лицензированный например неоплан skyliner шикарный автобус а можем купить вот как например я сейчас управляем онлайн коуч третьего поколения там тоже в трех вариациях автобус представлен короткие там с одним ведущим мостом кроме того представлен такой автобус он считается пригородного свойства от марки man man line intercity тоже в трех вариациях с разным количеством ведущих мостов кроме того можно купить сканью нелицензированный сетра это как бы отдельный вид искусства нелицензированная сетра за который просят немеряно денег и кроме того можно прикупить автобусы марки vdl или vdl это правильно как в вариации с несколькими мостами полутораэтажными автобус так и двухэтажный автобус в деле это тоже отдельная dlc и кроме того в игре представлена представлен mercedes-benz принтер который также можно купить отдельным dlc и катать на свободной игре ну и также у нас есть toyota coaster она бесплатная в карьере на ней не покатать но в свободной игре также можно на ней попробовать поездить вот и весь автопарк на большей части все это надо покупать за безумные деньги из модов здесь можно мастерской скачать только ребят шкурки скины автобус еще больше ничего разрабы так и не сделали возможность добавления модов на автобусы в результате приходится тратить деньги на покупку этих автобусов и тратить очень серьезные деньги это если мы играем если хотим поиграть в режиме карьеры то и на всем можем не покатать карьера она учитывает только автобусы которые есть в автопарке компании flexbus есть такой пассажирский перевозчик который по факту сотрудничество с которым разработчик игры дало нам эту игру здесь автобусы все которые добавляются они представлены в скинах именно этой компании мы в карьере именно от ее лица совершаем и перевозки а в свободный но у нее нет микроавтобусов не сприттера тем более древнего костера поэтому на микроавтобусы только в режиме свободной игры то есть там мы любой можем автобус использовать ну уже в любой другой цветовой расцветки кроме flexbus а такие вот ребята ребят дела что касается делал заметку на тему трафика вот трафик в этой игре самый безумный я такого еще нигде никогда не видел просто не сталкивался никогда потому что здесь хамство от ботов это в порядке вещей просто нет такого они могут вылетать со второстепенной дороги и где-то быть сзади и они могут упереться удариться почему-то ты им должен уступить и вот пожалуйста штраф они могут резко остановиться просто так на ровном месте и ничто не тревожит они движутся на одной скорости просто бот даже без потока он берет останавливается как куплен перед вами есть отдельные места на карте где просто какая-то какой-то бермудский треугольник в этом месте обязательно будут и перестроиться в бартины неважно где он находится параллельно тебе либо за тобой находится он все равно перестроиться в тебя есть дичь просто дичь отличайшая которой я просто никогда этого не видел когда бот на вот такой дороге вот смотрите получается полосная когда он разворачивает его разворачивает и он мчится назад вам навстречу вот именно по вашей по вашей стороне это просто дикая жесть тут много очень дичи от ботов происходит и что с этим делать непонятно но правила дорожного движения здесь мягко говоря всегда соблюдаются и поэтому получается когда ты перестраиваешься например евротрак симуляторе например на фуре включаешь поворотник это как-то действует на ботов которые идут сзади то есть они тебя сама пропускают дают тебе возможность проехать это здесь включаешь поворотник и пытаешься проехать перед перестроиться в сторону хрен кто тебя пропустит если только ты конечно также нагло как вот и начнешь вылезать полосу просто чуть-чуть находя время по таймингу чтобы проскочить и вылезть в эту полосу они резко тормозить начинают и все есть возможность проехать вот это хамство беспредельное оно конечно вымораживать в дополнение с оптимизацией хреновые это конечно жесть полная и поэтому приходится ко всему привыкать как картинки не совсем оптимальный так и поведению ботов но вместе с тем надо признать что несмотря на вот эти все шероховатости игра в целом приятные потому что классно прорисованные автобусы абсолютно классные и приятно общем все детали в автобусе все функционально абсолютно все функционально все шикарно просто работает физика отличная и все это классно но вот эти избыточные косяки с оптимизацией с ботами они конечно сказываются к сожалению несмотря на то что там авторы не забрасывают игру они потихоньку накидывают какие-то там DLC но редко конечно накидывают расширение карты что-то там из автобусов но глобально они уже с оптимизацией с этим ничего не сделают потому что в лучшую сторону не меняется ничего последние попытки оптимизировать игру закончились тем что звуки в игре стали значительно громче транспорт стал который от вас удаляется просто пропадать по частям такого раньше не было хватает таких моментов и конечно только вот на топовом железе этих моментов можно и бежать увы я но в остальном игра как я сказал радует и по звучанию по физике все вполне себе но города не такие уж скучные том числе дефолтные то есть не как евротраки например дефолтная германия который тошнит маленькие города типовые объекты ничего такого чтобы цепляло глаз тут и звуки и города там колокольня в ратуше все аутентично все это радует понимаешь куда ты попал старушку европу и все это на атмосферность очень сильно влияет приближаемся к вокзалу городе брно тоже стоит отметить что в основном на всех по всех городах свои оригинальные автовокзалы и станции конечно не везде они сделаны как надо но на новых картах в особенности разработчики очень сильно постарались добавить просто как раз победим на шикарный автовокзал в городе брно классный у нас судя по всему сейчас не кисло поколбасит из-за большого количества мелких объектов развернемся заранее прошу прощения за эти лаги ребята ну что уж подавались резюмируя и подводя итоги всему тому что я тут наговорил с одной стороны игра классная по физике по картинке неопределенно стоит поиграть тем кто любит автобус тема автобусно-перевозок сейчас и дали магистральный вас игра порадует в этом плане проработки всего с другой стороны есть моменты которые напрягают это оптимизация поведение ботов это полное отсутствие ребят экономики в игре как я уже сказал ранее ну нет ее не зарабатываем ничего автобусы которые мы в дилс и покупаем они у нас появляются катайся на здоровье как хочешь и это тоже момент напрягает в другой игре от той же студии кмэль в которую идут те же там подходят те же самые дилс с автобусами турист баз эмулятором там есть экономика там это интересно сделано да там всего лишь один там небольшой маленький испанский островок но именно части экономики проделала все круто почему не сделали экономику здесь она здесь представлена только в одном дилсе футбольном где мы можем катать футболистов сезон одного футбольного клуба какого-то из немецкой бундеслиги мы выбираем и там да надо покупать продукты питания заправляться мыться в общем вести экономику четко чтобы того что он хватило на год бюджет он не закончился и в общем-то и подвели нашу футбольную команду вовремя где те приезжали забирали из поезда привозили стадион при этом хорошо их кормили поили а так в если не брать это делся вот именно вот так фернбасс как мы сейчас играем это просто по катушке ни о чем абсолютно да классно все это здорово сделано но ни о чем никакой экономики вот такой вот есть еще один минус игры ну альтернативы к сожалению сейчас у фернбасса нет если только мы не устанавливаем какие-то моды например на тот же евротрак симулятор на пассажирские перевозки это можем прокатиться по европе или где-нибудь еще например там ей бразильская карта там есть пассажирские перевозки по индии то есть есть варианты поиграть именно но не профильной игре на евротраке так чтобы автобусные дальнемагистральные перевозки какой-то заложенной игре такого к сожалению нет вот тут только так фернбасс и все альтернативы нет городские перевозки да пожалуйста тут вам серия бус симулятор и за бус от этого же производства разработчик atml это и бус драйвер забрось кишмиш то есть там при желании можно найти легендарная игра то есть вот они вариант вариации по городскому в дальнемагистральном сожалению только фернбасс симулятор хотите играйте хотите не играйте но определенная игра стоит того чтобы на нее на нее посмотреть хотя бы немножечко вкладывать в нее бабки или нет вопрос к вам хотите ли вы тратить на эти автобусы на расширение дорогущие стены конечно можете процениться ну там цены действительно безумные для такой игры и получается игра не для всех но тем не менее стоит попробовать в нее ребят поиграть но у меня на этом все всем спасибо ребят всем счастливо пока пока